Она сообщила, что формат инвест-часов проводится неправильно, формат выбран неверно, форматы президиума, форматы допросов, форматы экзаменов, как она выразилась. Он сообщил нам, что аграрии покупают технику в два раза больше теперь, чем в 2018 году, понимая, что экономика будет расти. Также господин Гельмудинов поведал широкой общественности о том, что в республике Башкортостан катастрофическая проблема с дорожными знаками. Оказывается, у нас существуют такие странные аномальные территории, а именно в Заурале, например, похищается 25% дорожных знаков в год. Потому что они не говорили о ямочном ремонте, они говорили о том, как показать населению то, что вообще существует этот ямочный ремонт, и как доказать населению, что они им занимаются. Дорогой Радий Фаритович, многоуважаемый в соответствии с действующим ныне законодательством Российской Федерации. Никто вас не шантажирует. Дольщики всего лишь хотят исполнения ваших собственных обещаний. О задержании бывшего вице-премьера и министра имущественных и земельных отношений Евгения Гурьева. Сегодня я традиционно обсуждаю еженедельную оперативку правительства Республики Башкортостан и еще пару важных событий, которые произошли в начале недели. Мы начнем с оперативки. Опуская вторичные вопросы, на оперативном совещании я выделю три основные темы. Это инвестчасы, готовность Республики к весенним сельскохозяйственным работам и состояние дорог и ямочный ремонт. В самом начале совещания Хабиров остановился на том, что важно придать инвестчасам, которые запущены по всей республике, серьезность, актуальность и эффективность. Заслушали доклад представителей комитета по предпринимательству госпожи Бойцовой Риммы Юрьевны, которая бодро доложила о том, что уже проведено 57 инвестчасов в 57 районах, рассмотрен 131 инвестпроект на общую сумму 7,5 миллиардов рублей, но они опять начинают суммировать пожелания и намерения. Но Римма Юрьевна высказала и некоторые критические замечания к главам районов, которые проводили эти инвестчасы. Она сообщила, что формат инвестчасов проводится неправильно, формат выбран неверно, вот эти форматы президиума, форматы допросов, форматы экзаменов, как она выразилась, неприемлемы, атмосфера на инвестчасах должна быть дружеской, персональной, ну и так далее. Римма Юрьевна отметила, что задача инвестчасов не провести образцово-показательное мероприятие для главы региона, а задача решить проблемы местных предпринимателей. Тут же Хабиров предложил переименовать инвестчасы в инвестчас и час предпринимателя, ну, как он сам впоследствии оговорился, ему, в общем-то, все равно, как это будет называться, лишь бы это работало, что, собственно, правильно, конечно же. Также Хабиров обратился к главам и сказал, что в каждом вашем действии, цитирую, должно быть уважение, имеется в виду уважение к предпринимателям, инвесторам, которые пришли к ним на инвестчасы. Ну, у меня прямо перед глазами нарисовалась картина, как, превозмогая себя, главы районов аккумулируют в своих взглядах, лицах и выражениях это самое уважение к предпринимателям, которые еще вчера для них были кормовой базой, источником дохода и полем для грабежей. А вот теперь они будут к ним проявлять немыслимое уважение. Ну, конечно, это все очень смешно. Я уже говорил о том, что Хабиров ставит перед главами районов, особенно теми, кто работает давно, совершенно неисполнимую задачу. Потому что в районах традиционно бизнес и коммерсанты – это дойные коровы, которых обирают и доят те же самые главы и местные руководители силовых органов. Но что же делать? Теперь придется их уважать и, видимо, охаживать всячески, оказывая им знаки внимания. Ну, Хабиров потребовал, чтобы был исключен формализм из подходов. Не надо гнаться за цифрами, сообщил Хабиров. Ну, что, в принципе, конечно, очень правильно по сути. Но посмотрим, что получится на практике и насколько удастся главам районов хотя бы изобразить это уважение и перестать гнаться за цифрами. Следующим вопросом оперативки был вопрос готовности агропромышленного комплекса Республики Башкортостан к весенним полевым работам. Как повелось еще со времен Леонида Ильича Брежнева, докладчик, которым был министр сельского хозяйства господин Фазрахманов, засыпал присутствующих и зрителей цифрами, данными, пропорциями, соотношениями к прошлому году и так далее, и так далее. Видимо, в надежде, что прокатит и никто не разберется вообще во всей этой безумной абсолютно каше цифр, данных и показателей. Но если слушаться внимательно в то, что господин Фазрахманов поведал оперативному совещанию правительства, становится понятно, что в 2019 году он собирается обработать на 2% пашни меньше, чем в прошлом году, получить на 3% меньше зернобобовых, на 12% получить меньше овощей. Однако прибавить 13% озимых культур и прибавить 3% столь любимых в семье Фазрахмановых сахарной свеклы и прочих сырьевых компонентов для получения сахара. Господин Фазрахманов сообщил нам, что для исполнения вот этих вот весенних полевых работ ему понадобится 11 с лишним миллиардов рублей, что почти на 2 миллиарда больше, чем в прошлом году. И дальше господин Фазрахманов ушел в детали обеспеченности сельского хозяйства всевозможными компонентами. Вот тут тоже цифры были совершенно неутешительными. Господин Фазрахманов сообщил, что он смог освоить всего 84% лимита льготных кредитов, которые выделяли из федеральных средств, что обеспеченность АПК республики семенами всего 90%, удобрениями вообще 39%, а обеспеченность на данный момент ГСМ всего 20%, хотя Фазрахманов обещал, что добавит еще немножко. Вообще, конечно, этот доклад господина Фазрахманова больше походил на явку с повинной, либо на какой-то сеанс саморазоблачения, потому что данные, которые он нам сообщал, свидетельствовали о катастрофическом упадке сельского хозяйства Республики Башкортостан в 2019 году, несмотря на то, что климатические условия этого года, этой весны, вовсе не располагали каким-либо катастрофам. Также господин Фазрахманов сообщил, что Росагролизинг готов предоставить Республике Башкортостан технике на 3 миллиарда рублей. Но заявок Министерства сельского хозяйства почему-то смогло собрать всего на полмиллиарда рублей, то есть одну шестую часть. И вот вся вот эта печальная статистика, которую привел Фазрахманов, почему-то преподнося ее как бодрую и положительную, завершалась совершенно феерическим, я бы сказал, философским экономическим выводом, который сделал господин Фазрахманов непонятно на основании чего. Цитирую, он сообщил нам, что аграрии покупают технику в два раза больше теперь, чем в 2018 году, понимая, что экономика будет расти. Я отказываюсь понимать, на каких основаниях господин Фазрахманов сделал этот глукомысленный вывод. Я предлагаю ему все-таки проанализировать, возможно, другие причины вот этого интенсивной покупки техники аграриями. Может быть, дело в том, что техника пришла в окончательный упадок, потому что совершенно не приобреталась, начиная с кризисного 2014 года. Может быть, ее вообще, в принципе, не хватает на квадратный километр пашни и так далее, и так далее. Но говорить о грядущем расцвете экономики региона вот в контексте того, что аграрии купили три лишних трактора, было бы, конечно, преждевременно. Любопытна реакция Хабирова на весь вот этот вот сумбурный доклад, состоявший в основном из цифр данных и запутанных сведений. К моему великому удивлению, ну, в принципе, я не ожидал, честно говоря, того, что Хабиров будет вникать в эту сельскохозяйственную аграрную тематику, Хабиров внимательно слушал Фазрахманова и задал вопросы совершенно по делу, на самом деле. То есть, вот ровно то, что меня зацепило мгновенно в докладе Фазрахманова, зацепило и Хабирова. Хабиров очень быстро проанализировал состав этих цифр и данных и задал очень простой вопрос. Денег сельское хозяйство требует больше, а индекс производства в сельском хозяйстве падает. В чем дело? Прогноз на 2019 год, меня смущает, заявил Хабиров. И также он сказал, что у него возникает вопрос эффективности. Ну, видимо, имелось в виду вопрос к Министерству сельского хозяйства об эффективности деятельности этого министерства. Наряду с тем, что Хабиров высказал вот эту вот обеспокоенность таким странными соотношениями цифр, впрочем, Фазрахманова он не критиковал. Я отмечаю, что вообще интерес к сельскому хозяйству у Хабирова достаточно низкий. Объясняется ли это тем, что, скажем, в его родном Красногорске сельского хозяйства не было практически совсем, либо тем, что он не имеет навыка и компетенции управлять и вникать в эти вопросы, я не знаю. Но, тем не менее, традиционные вопросы сельского хозяйства никогда не выходили на первый план в обсуждении Хабирова. Ну, может быть, еще здесь причины зимний период времени, а весной и летом у нас еще пока Хабирова не было. Но, тем не менее, Фазрахманов закончил свой доклад, благополучно избежав какой-то жесткой критики. Судя по всему, это у него еще впереди, потому что я все-таки прогнозирую, что в сельском хозяйстве Республики Башкортостан в ближайший период не все будет так гладко и весело, как пытается представить господин Фазрахман. Далее на совещании обсуждался блок вопросов, связанных с состоянием дорог, аварийностью на дорогах и ямочным ремонтом. Первым рассматривался вопрос о создании вот этих вот комиссий, которые должны расследовать обстоятельства ДТП со смертельным исходом, их работе, порядке их работы, регламентах и так далее. Ну, во первых строках была опять оглашена печальная статистика смертности на башкирских дорогах. Башкирия занимает ужасное четвертое место в Российской Федерации по абсолютному показателю смертности на дорогах. 550 человек в прошлом году погибло на дорогах Башкортостана. Этот показатель неизбежно и неуклонно растет. Хабиров многократно говорил, что он несет личную ответственность перед Путиным почему-то за смертность на башкирских дорогах, и вот никак ему не удается справиться с этим показателем. Опять у нас прирост смертей на дорогах. И вот обсуждали, как же будут работать эти комиссии, которые будут расследовать каждое ДТП. Ну, вкратце, комиссии сформировали некий формальный регламент работы, состав этих комиссий и так далее. Они уже предлагают какие-то меры по изменению ситуации на тех участках, где аварии происходят регулярно, особенно тяжелые аварии. Даже говорили о том, чтобы начинать внедрять какую-то прогрессивную систему разметок, шумовую разметку, светящуюся разметку. Ну, вообще, это уже все из области фантастики, потому что, к удивлению общему присутствовавший на совещании Динар Гельмуддинов, сообщил широкой общественности о том, что разметки в республике вообще нет. С присущей ему военной категоричностью Динар Загитович сообщил, что 48% дорог Башкортостана не соответствуют и считаются неудовлетворительными по признаку отсутствия разметки. В городах этой разметки вообще минимум. На некоторых дорогах республики ее не видели уже пару лет. Заговорили о том, что разметка должна быть термопластиковой, со всякими прочими признаками цивилизации и так далее. Хабиров поставил задачу снизить смертность на дорогах в 2019 году на 13%, доведя ее до показателя 478 трупов в течение 2019 года. Я не уверен, что это удастся сделать на самом деле, но могу предположить, что со статистикой у нас начнут играть. Возможно, формально этот показатель будет достигнут, но реально, конечно, его будет достигнуть очень сложно. Также господин Гельмуддинов поведал широкой общественности о том, что в республике Башкортостан катастрофическая проблема с дорожными знаками. Оказывается, у нас существуют такие странные аномальные территории, а именно в Заурале, например, похищается 25% дорожных знаков в год. В одном из городов, а именно в Туймазах, злодеи умудрились похитить даже установленный радар, который следил за скоростным режимом на дороге. В общем, эта странная забава жителей республики Башкортостан вызывает большое беспокойство властей. Стало известно, что всего в республике порядка полумиллиона дорожных знаков, что недостаток на данный момент дорожных знаков около 25 тысяч, и что Башкер-Автодор уже ударными темпами приступил к изготовлению дорожных знаков. В общем, конечно, это странная история по поводу разметки и дорожных знаков. Она наводит на мысли о том, что дорожное хозяйство республики Башкортостан, под руководством господина Мухаммедьянова, кстати, который уже некоторое время пребывает, находится в глубочайшем упадке. Господин Мухаммедьянов, которого усадили на самый дальний край стола, теперь он у нас практически вне поля камер сидит, сообщил слабым голосом, что все федеральные дороги и дороги регионального значения будут размечены в этом году, и что он закупил три машины для терморазметки, правда, в городе Уфе. И, конечно, вот эти оправдания на фоне тех убийственных аргументов, которые привел господин Гельмудинов, звучали очень бледно и, в общем, неубедительно. Потому что мы помним, как производились работы по разметке. В прошлом году они вообще не производились. То есть там получилось так, что вот эти сложные погодные условия, и, бас, решили разметку вообще не делать, и год мы обходились практически без разметки. Но я не верю, честно скажу, я не верю. Это мое субъективное осуждение в то, что господин Мухаммедьянов нанесет разметку по всей республике. Вполне возможно, что, как теперь принято, на центральных улицах города Уфы разметка будет красивой и яркой. А вот буквально в сторону метров 20-30 один переулок и все. Так или иначе, вопрос разметки и дорожных знаков был закрыт на совещании и перешли к самому страшному и разоблачительному вопросу для господина Мухаммедьянова. Это то самое интерактивное мобильное приложение ямочного ремонта, которое он обязан был сделать к 1 апреля, в коей день, собственно, это совещание и происходило. На мой взгляд, экзекуция над господином Мухаммедьяновым несколько затянулась. И, в общем-то, напрашивается совершенно логичное решение о несоответствии этого человека своей должности. Ну, тем не менее, видимо, из каких-то соображений расправа продолжается. И выразилась в этот раз она в обсуждении этого мобильного приложения. Господин Мухаммедьянов, получив слово для отчета по этому вопросу, бодренько отчитался о том, что у него готова вот эта интерактивная карта ямочного ремонта, что 15 июня с помощью этой карты он завершит ямочный ремонт, что алгоритм действия этой системы очень прост. Там нужно просто зарегистрироваться, сообщить о проблеме, сфотографировать и отправить эту яму. Она автоматически привяжется к геолокации, автоматически будет передана тому уполномоченному органу, вовлеченному в процессы дорожного строительства, который и должен следить за этим участком дороги. И дальше в течение, ну, чуть ли там не трех-пяти дней яма будет ликвидирована, в зависимости от ее глубины. Вообще, знаете, обсуждение проблем ямочного ремонта, на этом совещании разговор Хабирова и Мухаммедьянова о ямочном ремонте совершенно не касался самого ямочного ремонта, потому что они не говорили о ямочном ремонте, они говорили о том, как показать населению то, что вообще существует этот ямочный ремонт, и как доказать населению, что они им занимаются. То есть речь не шла о практических аспектах, о возможностях, графиках и так далее, речь шла о том, насколько эффективно господин Мухаммедьянов сможет показать населению, что у нас ведется работа. То есть речь на самом деле шла о том, чтобы доказывать, а не реально что-то делать. И именно следуя вот этой логике, господин Хабиров, выслушав доклад Мухаммедьянова, обрушился на него совершенно чудовищной критикой. Он сообщил Мухаммедьянову, что еще накануне его подчиненные, как он выразился, доскональным образом проверили эту систему и предоставил слово госпоже Прочаковской, которая присутствовала на совещании вместо господина Мурзагулова, отсутствие которого не обсуждалось, не объяснялось, не знаю, какова уж там причина. Может быть, крыша проходилась в Испании, а может быть, его срочно вызвали на какой-нибудь песенный конкурс типа Евровидения. Ну, в общем, госпожа Прочаковская докладывала о том, как она обследовала вот эту интерактивную карту, представленную Мухаммедьяновым. Безжалостная женщина зачитала длинный список совершенно чудовищных недостатков, которые она сумела выявить в довольно сложной информационной системе в течение суток. А именно, она констатировала, что существуют сложности с загрузкой фото. Например, почти невозможно загрузить в эту систему фото большого разрешения, которое, собственно, практически все теперь смартфоны делают, и, видимо, система эта была настолько стара, что она предполагала фотографирование на фотоаппарат, на фотокамеру за разрешением 0,3 мегапикселя. Проблема с адресами и переадресацией к исполнителям была отмечена госпожой Прочаковской в этой программе. То есть, привязанный объект, привязанная яма, некорректно отправлялась на исполнение именно тому ведомству, которое должно им заниматься. Также госпожа Прочаковская отметила, что изображения, которые прикрепляются к сообщению о яме, переворачиваются, их неудобно смотреть. Она отметила, что существуют сдвоенные заявки. Ну и, в общем, сложности с пользовательским интерфейсом, в том смысле, что пароли и прочее не запоминаются, не воспроизводятся и так далее, и так далее. Но самое главное, самое главное, что отметила госпожа Прочаковская, что информационная система, представленная Мухаммедьяновым, система подачи заявки на ремонт ям, не работает с точки зрения геолокации. То есть, на самом деле, отметая в сторону и отодвигая всю иронию о профессиональной пригодности бывшего руководителя исполкома «Единой России» города Красногорска, надо отметить, что она выявила самую главную недостаток этой системы, то, что система не дает геопривязки ямы. То есть, на самом деле, система, по сути, бесполезна, потому что фотография ямы – это абсолютно безликое явление, то есть, ее невозможно привязать по признакам соседних домов к какому-то адресу. А если аппарат не определил геотеггинг ямы, если в программу не вписалось вот это местоположение ямы, то эта информация совершенно бессмысленна. Тут я абсолютно согласен с господином Прочаковской. Дали шанс господину Мухаммедьянову ответить на этот вопрос, но тут уже было какое-то отчаяние. Он сразу же сообщил, что мы работаем над недостатками, да мы сделали лучшее приложение в России. Ну, Хабиров уже в этот момент огрушился на него с присущей ему яростью и сообщил ему, цитирую дословно, «Вы мое поручение не исполнили. Главное, что не работает в этой системе, это геолокация. Когда вы мне дадите готовое решение?» Мухаммедьянов жалобно вскрикнул, что «дайте мне неделю». Хабиров говорит, что непонятно, зачем вы пошли по пути придумывания собственной программы и так далее, и так далее. Решение давно уже найдено, надо было купить. Во-первых, конечно, неделя на устранение подобных недостатков – это невозможно. Я точно говорю, как человек, который делал несколько информационных систем для государственного пользования, больших, крупных, я утверждаю, что доводка, наладка подобных систем – это несколько месяцев. Во-вторых, судя по всему, в самом коде программы содержатся те недостатки, которые устранить практически невозможно, надо переписывать все. И в-третьих, действительно, Хабиров, наверное, прав. Надо было тупо купить готовое решение, адаптировать его к башкирской карте и не заморачиваться вообще. Но тут Хабиров открыл одну фантастическую вещь, по-моему, даже не поняв до конца, что он сделал. Он задает вопрос Мухаммедьянову, «А вы контракт заключили на изготовлении этого программного обеспечения?» Мухаммедьянов говорит, «Нет, не заключил, но мы потом заключим, потом». Ну, Хабиров тут начал рассуждать, «Мы не знаем, сколько это стоит, да не дай бог это дорого стоит, но на самом деле Хабиров раскрыл ужасную вещь». Получается так, что сейчас государственный орган власти непонятно где, непонятно у кого, непонятно каким образом получил непонятно какое программное обеспечение, запустил его в качестве государственной информационной системы. Мы в ней все регистрируемся, чего-то делаем, там отмечаем эти ямы, в том числе оставляем свои персональные данные, почту, имена и так далее. Но эта программа не принадлежит никому. Кто ее оператор? Кто ответственный за хранение персональных данных? И вообще, как это все работает? То есть, один вопрос Хабирова поставил на грань уничтожения вообще всю эту идею в том смысле, что, оказывается, эта программа абсолютно нелегальна. То есть, Мухаммедьянов там где-то у каких-то знакомых, да, получил бесплатно вещь, которая, ну, стоит на самом деле несколько миллионов, а возможно и десятков миллионов при хорошем исполнении. Ну, я вообще абсолютно в это не верю, это во-первых. Во-вторых, за любую информационную систему несется ответственность. И ведомством, и исполнителями, и по контракту теми, кто ее обслуживает, ремонтирует и так далее. Там есть и меры ответственности за сохранность данных, там есть и меры ответственности за достоверность, за предоставление данных и так далее, и так далее. Всего этого напрочь нет. От страха господин Мухаммедьянов натворил то, чего вообще запрещено делать. Помимо того, что запрещено бесплатно получать какие-то, значит, предметы существенной ценности в пользование для ведомств, он еще и создал некую систему, которая абсолютно ни перед кем никак не несет никакой ответственности. В общем, конечно, это ужас-ужас. И я думаю, что именно с этой ситуации нужно начать в процессе, условно говоря, критического разбора вот этой системы, которая, как я утверждаю, точно нормально работать не будет. Далее в контексте дорог и их благоустройства Хабиров коснулся вопроса парковок, напомнил о том, что он требует увеличения штрафных санкций за неправильную парковку в республике Башкортостан, обратился к представителю госсобрания с вопросом, когда же они примут эти поправки. В общем, звучало это немножко цинично в том смысле, что Хабиров фактически командует госсобранием, законодательным органом, он отдает им зычные команды, они даже не смеют их обсуждать. В общем, он обещал в сотни раз увеличить штрафы за парковку. И госсобрание, в общем-то, просто тянет время, видимо, там, не собравшись с силами, но вовсе не обсуждают этот вопрос. Тем не менее, к 9 апреля господин Дельмхаметов обещал рассмотреть этот вопрос в госсобрании. Я не знаю, на каком основании он там представляет Крултай, видимо, будучи неким эрзацем господина Толкачева, он на этих совещаниях присутствует. И именно 9 числа Хабиров потребовал, чтобы все эти постановления были опубликованы, чтобы вот буквально с 10 числа административные комиссии начали жесточайшим образом штрафовать всех в Уфе и Республике Башкортостан за неправильные парковки. Ну, я не знаю, насколько это искренняя потребность. Скорее, некое калькирование ситуации, которая была у Хабирова в Красногорске, он вообще человек каких-то устоявшихся традиций. Вот в Красногорске они там занимались детским питанием, парковками, озеленением, ну и так же будет в Башкирии. К сожалению, никакой адаптации к нашим местным условиям эта программа не претерпела, и Хабиров со свойственной ему настойчивостью требует исполнения ее по пунктам. Ну, не знаю, что получится. Получится очень много шума, очень много недовольства, очень много вот этих штрафов. Будут ли устроены по-настоящему парковки в Республике и в городе, я не уверен. Ну и ближе к завершению совещания, зачем-то опять на передний план вылез господин Мухаммедьянов, видимо, чувствуя, что разгром близок и фиаско уже практически свершилось, он зачем-то сделал дополнительный доклад о передовых технологиях, которые он использует в дорожном хозяйстве Республики Башкортостан. Доклад был короткий, сумбурный. В частности, он нам сообщил, что он по новым технологиям отремонтировал в одном месте 67 километров дороги, а в другом и вовсе 19. По каким-то новым фантастическим европейским технологиям отремонтировал в общей сложности 86 километров дороги. Напомню, что общая протяженность дорожной сети Республики Башкортостан свыше 30 тысяч километров, и, соответственно, это вот ни о чем. Но, тем не менее, господин Мухаммедьянов бодрый и очень торжественно об этом отчитался. Хабиров резонно ему заметил, что надо бы дождаться момента, когда подобные технологии станут повсеместными, а не образцово показательными на каких-то участках дороги, ведущих, например, к дому главы какого-нибудь сельского поселения. Не могу обойти вниманием совещание с дольщиками, которое состоялось в один день с совещанием правительства. Не буду пересказывать его содержание, оно опубликовано. Вкратце это содержание сводится, что схемы дорабатываются, не срабатывают, но будут доработаны так, чтобы они сработали. Никакой конкретики на этом совещании не было. Было несколько участников этого совещания, мне прокомментировали свои ощущения от этого совещания, я имею в виду дольщиков, но я не могу воспроизвести в прямом эфире те выражения, у которых эти комментарии прозвучали. Вкратце, дольщики окончательно разочаровались в той системе взаимодействия, которая им была представлена и которая существовала около пяти месяцев. Вчера же прошли многочисленные пикеты около Белого дома, где дольщики обвиняли и Хабирова, и госпожу Гайсину, и вообще всю эту систему в абсолютной неэффективности и фиктивности. Показательно, что свое выступление на этом совещании Хабиров начал с фразы о том, что он не позволит себя шантажировать. Дорогой Радий Фаритович, многоуважаемый в соответствии с действующим ныне законодательством Российской Федерации. Никто вас не шантажирует. Дольщики всего лишь хотят исполнения ваших собственных обещаний. А от себя лично я дам вам совет. Вы, пожалуйста, пересмотрите вот эту систему, которую вы считаете свершившейся и налаженной. На самом деле вас обманывают все. Я имею в виду тех технических участников этих совещаний, всех вот этих представителей, в том числе и представителей госстроя. Масса недостоверной и противоречащей информации поступает к вам на этих стройчасах и в этих докладах. При условии, что вы хотите иметь истинную и объективную ситуацию, с этим надо прекращать. А если вам нравится то, что вас обманывали и вводили в заблуждение, тогда, конечно, да, получайте удовольствие. О главной сенсации первого дня апреля, о задержании бывшего вице-премьера и министра имущественных и земельных отношений Евгения Гурьева. Он был задержан Следственным комитетом на 48 часов до вечера среды, когда ему либо будет предъявлено обвинение и наложена санкция о задержании, либо он будет отпущен для дальнейшего разбирательства. Я не буду комментировать действия следственных органов. Я достаточно подробно знаю, в чем обвиняют господина Гурьева, я имею в виду дело земли Лимонария. Я очень скептически отношусь к перспективам этого дела с точки зрения его превращения в реальное обвинение и реальный срок. И у меня складывается ощущение, что кто-то манипулирует следственными органами, преследуя свои собственные корыстные либо политические интересы. Я очень надеюсь, что этот кто-то – это не ради Хабиров. Потому что я знаю одну историю, о которой мало кто помнит или мало кто ее знает вообще. Господин Гурьев в свое время, когда на Хабирова обрушились самые жесточайшие преследования со стороны рахимовской команды, определенным образом встал на сторону Хабирова. И Хабиров не может этого не помнить. Фактически Гурьев спас единственную квартиру, которая принадлежала тогда Хабирову, от конфискации, отказавшись принимать меры со стороны банка-кредитора, в котором он тогда работал, в отношении Хабирову, квартиру которого была в кредите. На мой взгляд, это очень достойный поступок человека, который в тот момент пошел против общего тренда и общей системы, полагая подобные поступки подлостью. Потому я все-таки считаю, что в деле преследования Евгения Гурьева, наверное, Хабиров не принимает участие. Тем не менее, конечно же, он следит за этой ситуацией. И я очень надеюсь, что с его стороны и со стороны его команды не последует никакого дальнейшего воздействия на следственные органы, а следственные органы поймут, кто вводит их в заблуждение в этой ситуации. Возможно, у Евгения Гурьева достаточно много грехов на его поприще, в прошлом поприще в качестве министра земельных и имущественных отношений, но в деле с лимонарием там точно никаких злоупотреблений, на мой взгляд, не было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова